Чемпионат России 2015 Внимание! Звучает государственный дневник Российской Федерации и его искупление Казахстана. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Это под номером 13 Руслан Аскеров, это второй доигровщик. И кроме того, 12 номер это у нас с вами Михаил Щербаков, блокирующий команды «Кузбасс». Вот как раз сейчас сыграли первым этапом, очень удачно, это Щербаков, номер для Тачко. И также Александр Хринский, второй блокирующий кемеровчан в сегодняшнем поединке. В принципе, это один из новобранцев команды главного тренера Дениса Матусевича. Он в первом сезоне перебрал шлифтуру поискового факела в Кемерово. Небольшой аут показывает армитры на подачу Щербакова. Как я понимаю, просмотр этого эпизода потребовал Денис Матусевич. Вообще, близко было к боковой линии, но, пожалуй, я не беру сулить, был ли там аут. Сейчас, я думаю, быстро реферы разберутся с этим эпизодом и либо счет станет 2-1 в пользу одной из команд. Вообще, для «Кузбасса» важны практически все оставшиеся матчи. Команда борется за место под солнцем, собственно, место в бое-офф чемпионата. Ну, вот видите, по реакции игроков команды и гостей, понятно, что в данном случае справедливость восторжествовала. И не зря Денис Матусевич брал просмотр в этом эпизоде эйс в исполнении блокирующего команды гостей Михаила Щербакова. Итак, 2-1. Начало. Я думаю, что подразумевает о моем форме, как в первую партию. Ну, пока Щербаков попадает в верхний край броса и, соответственно, на 2-2 и уже Игорь Капсальт. Вообще, приучивший нас в последнее время к тому, что его подача становится все более и более грозным оружием для казанского «Зенита». Его вариативность при подаче Игоря очень здорово подает и силовую и прекрасно укорачивает. Вспомните, один из его эйсов, в общем, важных по ходу четвертого сета того самого эпического субботнего поединка против Белогория. 2-3-2 в пользу Кузбасса. Вернули они право подачи себе. И, пожалуй, самый опасный из подающих команды гостей Маркус Нильсон. Ну, хороший прием и дальше отличная доводка и четкая атака Максима Михайлова из четвертой зоны. 3-3. Повторюсь, что, конечно, сейчас очевидно, что «Зенит Казань» находится в отличной форме. Все залечили свои старые болячки, правда, появляются новые. Тот же Евгений Севажирис пропустил матч против Белогория. Травмировался он по ходу финала шести кубка страны. Но сегодня уже Евгений в заявке на матч, хотя линия доигровщиков выглядит у Казани так же, как и в матче против Белгорода. Сферидонов и, естественно, Вильфредо Леон. И именно Сферидонов сейчас набирает очко в атаке. 4-4. Пока достаточно спокойно. Если вспоминать последние домашние поединки «Зенита», то такое настоящее доминирование хозяев обычно начинается где-то со второй партии. То есть первый сет, разведка боем, напряжение, равная борьба. Сейчас, как я понимаю, Максим Михайлов то ли сетка, то ли был заступ. Ну, в любом случае, техническая ошибка. Хотя, мне кажется, там в защите Казани подняли. Но очко в пользу команды Костей. И на подачу мы сейчас видим Александра Кринского. Какой-то хороший прием. И, в общем, при нормальной доводке до связки Кобзарь достаточно уверенно пасует. И теперь нашел уже Михайлова свои передачи во второй зоне. И здесь Максим также не сплоховал и набрал уже, я понимаю, свою вторую очку в нападении в этом первом сетне. Сам Максим выходит на подачу. Что такое подача Казанского «Зенита»? Мы с вами прекрасно знаем. Вот видите, и с блоком тоже все неплохо. Спиридонов и Гуцалюк остановили атаку Маркуса Нинсона. И, по-моему, впервые в сегодняшнем матче Казанский «Зенит» уходит вперед. Вот, продолжая разговор о подаче, мы с вами помним, как по ходу матча против Белгорода периодически просто выключали из нападения в Белогория Казанцы своей подачей Дмитрия Мусерского. Просто не было возможности играть первым темпом у подопечных Шипулина. И, конечно, это здорово очень облегчало работу «Зенита» на блоке и в защите. Но вот Михаил нашел слабое звено в приеме команды гостей. В этой роли выступил Либера Евгений Галатов. Вообще помните, как натерпелся Брагин Либера Белгорода? Вот, видимо, решили именно на игроке этого амплуа сосредоточиться в том, что касается подачи игроки команды «Зенит». Вообще, я смотрю, что у гостей при приеме подачи на площадку выходит Галатов Либера, а вот в защите предпочитает использовать Денис Медусевич, более опытного, почитывая Степанена. Но пока еще одно очко у Максима Михайлова и 8-6. Именно с таким счетом команды уходят на первый технический перерыв. Сегодня большой волейбольный день. Большинство матчей 19-го тура чемпионата страны именно сегодня проходит. Ну и пока без неожиданностей. Два матча, которые к этому моменту уже завершились, завершились достаточно предсказуемо. Хаворит одержали победу. Факкил обыграл сухую Югру Самотвор 3-0. Ну и нефтяник Приками. Ну здесь, конечно, наверное, команду нефтяника Зеленбурга сложно задать хаворитом, но вот в противостоянии аутсайдеров нефтяник оказался сильнее Приками 3-1. Ну и кроме того, достаточно любопытный матч проходит сегодня в Сургуте. «Газпром Югра» принимает новосибирский локомотив. Ну вот по последней информации счет был 2-1 в пользу гостей из Новосибирска. Подопечные Воронкова в последнее время немножко затормозили свое продвижение по турнирной таблице. Сейчас идут четвертыми, но вот рассчитывают взять полновесные 3 очка у своих соседей по турнирной таблице из Сургута. Ну мы вновь возвращаемся на площадку. 8-6. Алексей Спиридонов на подаче. Теперь посмотрим, как у него получится. Может быть, Спиридонов не такой опасный подающий, как некоторые из его партнеров по команде, но тем не менее и он может набирать очки в этом компоненте. Что здесь? Все-таки принимают в сторону Максима Михайлова, рефери на вышке. Определяет он касание блока в этой ситуации. Ну, естественно, Михайлов пока в огне. Пока мы, кстати говоря, практически не видим в атаке Виферда Леона. Пока Кобзарин на него совершенно не пасует. Пока работает с Михайловым и Спиридоновым. Препопытно. Все-таки попадает в подающий Зенита. Пока такое не то, чтобы комфортное, но некоторые преимущества команды хозяев не наблюдаем. Еще 9-7. Мочуов выходит на подачу. Ну, и так довольно блюзгольный, я бы сказал, Александр направляет мяч в середину сетки. 10-7. Гуцалюк. Пока мы, как мы видим, Николай Апаликов паузу получил у тренерского штаба Зенита. Сегодня он в стартовом составе не выходит. Ну, а здесь очень неплохо. Руслан Аскеров отыгрался от Казанского блока. И восстановил паритет в счете в виде двух очков преимущества Зенита, которые в последнее время наблюдаем. Небольшая беседа тут. Куцалюка с Владимиром Олеговым. Возможно, Владимиром Матча попросил Куцалюка немножко усложнить подачу. Слишком было просто для линии принимающих команды. Костейц. Кабзар играет вновь удачный пайп с Алексеем Спиридоновым. 1-8 у нас. Проскальзывает, находит там где-то лазейку в двойном блоке Зенита. Руслан Аскеров и набирает девятое очко для своей команды. 11-9 пользу Зенита. И мы видим, как Маркус Нильсон, кстати говоря, четвертый по результативности игрок, выходит на подачу и показывает свой класс. Сейчас Эйс не сумел Алексей Вербов справиться с мощным выстрелом могучего шведа. Рост Маркуса Нильсона 2 метра 6 сантиметров. Он один из самых высоких, кстати говоря, в команде гостей. Вышел только согласно официальной программке Руслан Аскеров, который тоже на площадке. Интересно, да, когда самые высокие игроки команды отнюдь не блокирующие, а, соответственно, диагональный игрок и игрок, выступающий в эвакулах для игрокщика. Вот, скажем, для сравнения, собственно, блокирующий, критики 2.02 и те, кто на площадке, а Михаил Шербаков и вовсе 197 сантиметров. Вот такой редкий случай, когда блокирующий меньше двух метров, но, видимо, Шербаков это особенно никак не мешает. А сейчас ошибается. Нильсон такая мощная атака-вход, но не нашел ни рук блокирующих, не попал в сетку, вернее, на площадку, на стороне Азии. Да, Маркус Нильсон, 13.10. Да, Вильфредо Леон, пока, пока, повторюсь, в нападении практически кубинец не заметен. Хотя мы уже привыкли в последнее время, что именно Леон является самым результативным игроком команды и, как и во всех встречах, в антену попадает Аскеров и первый, собственно, тренерский тайм-аут сегодня берет наставник костей Денис Матусевич. Ну, пока в таком рабочем режиме протекает матч. Кстати говоря, многие обращали внимание на то, о чем я говорил. В самом начале, в конце концов, я не представился, меня в Тайрат не в Матуре. Я комендант для канала Тарстан Новый Век и корреспондент газеты Бизнес Онлайн. Сегодня мы вместе с вами смотрим волейбол из Казани. Так вот, многие, опять-таки, надеялись, можно сказать, на то самое эмоциональное противостояние Макарова против Спиридонова, которое, кстати говоря, было в матче первого круга. Кемерово 3-1 тогда, один победил. Ну и все помнят, как Сергей Макаров перед матчем обещал оттать почку, почку за то, чтобы победить «Зенит» в поединке. Но не случилось. Ну и, по-моему, как-то со здоровьем у Сергея все нормально и все органы, важные органы все на месте. Пока спокойно, да, пока такого противостояния через сетку между Спиридоновым и Макаровым мы не видим. А как все спокойно? Ну, наверное, этому способствует и счет на того. Все-таки некоторые преимущества игровое у «Зенита» есть, запас очковый есть. И, по-моему, пока Макаров достаточно спокоен. Обычно это мы знаем, собственно, эмоции этого волейболиста. Знаем, как он может этими эмоциями помогать своей команде. Пока Сергей спокойно. В общем, делать свою работу, работу связующего игрока. По-моему, неплохая была передача, кстати говоря. Но Александр Кринский так с хорошей высоты атаковал. Особенно его не беспокоил Казанский блок, но не попал по ширине площадки. И, соответственно, на второй технический перерыв команда уходит уже при солидном преимуществе команды «Хозяев». «Зенит» впереди 16-1. Давайте взглянем на турнирную таблицу нашего чемпионата. Здесь достаточно уверенно выигрывает пока лидерство «Белогорье». У команды Геннадия Шипулина 50 очков после 18-ти матчей. Ну и, собственно, одно единственное поражение, которое они потерпели в прошлом туре от «Казанского Зенита». «Зенит», который какое-то время назад вообще был где-то в середине турнирной таблицы. Уже второй, причем достаточно уверенно второй, даже с запасом. 45 очков у команды Владимира Олега, а Московская «Динамо» идущая в третьем месте 42 очка. Конечно, казалось бы, не отказались бы от победы по итогам регулярки, но я думаю, что сделать это будет достаточно сложно. Все-таки 5 очков, с учетом того, что осталось провести, с учетом этого матча, 8 поединков и очной встречи «Белогорье» и «Зенита» больше не будет. Конечно, сложно. Сложно будет «Казани» получить преимущество своей площадки до конца плей-офф. Но я думаю, опять-таки, вспоминая проблемы начала сезона, начала чемпионата, я думаю, нынешнее положение «Зенита» вкупе с блестящим успехом в финале шести кубки. И, конечно, можно признать только нормальным. Ну и, конечно, уже сейчас многие ожидают супер-супер-мега-битвы в финале чемпионата России «Белогорье» и «Зенита». Хотя думается, что в московском «Динамо» и в новосибирском «Локомотиве» имеют свое мнение относительно того, кто должен играть в решающих встречах российского первенства. Но пока у нас все спокойно. 17-12. Максим Михайлов на подаче. Неплохо справляется с приемом лидера гостей. Дальше Маркус Нильсон против двойного блока «Зенита» бессилен. 18-12. Снова Михайлов. Презусловно, это главное действующее лицо «Казанцев» в этом первом сете. И снова подают на Либера Галатова. Сейчас там Леон сыграл в защите. Видимо, было касание блока, поэтому мяч-то он забирал уже за линии поля. Но я думаю, что он правильно все делал. Ну и еще одно очко Максима Михайлова. Он же у нас с вами на подаче. И его атака с задней линией. Вот первая замена в сегодняшнем матче. Причем меняют Маркуса Нильсона. Недовольный его игрой Денис Матусевич. Ну, согласен. Пока, в общем, диагональный Кузбасс работает с не слишком высоким процентом. Много его уловит Казанский блок. И вот появился второй игрок, действующий Кузбасс на позиции диагонального. Это Андрей Колесник. 23-летний игрок. Но пока мы его не видим в деле, поскольку Михаилов еще один эйс. И еще 20-12. Откровенно говоря, больших сомнений в том, чем же завершится этот первый сет. У меня нет. Я думаю, что и у наших зрителей этого матча преимущество Казани, конечно, весом. Некоторых здесь, сказали, даже пугает вот та форма, которую набрали волейболисты и Зенита. Смогут ли они, сопротивители, выйти на еще один пик? Главным матчем, матчем, естественно, плей-офф Лиги Чемпионов, Чемпионата России. Но сейчас, вот по состоянию, конкретно на середину января, конечно, Казанский Зенит. Это абсолютно волейбольная машина, которая готова смести с площадки любого абсолютно соперника. И в России, и, я думаю, что в Европе. И непобедимая Белогория лишний раз, в общем, показала, что оно не непобедимо для Зенита, который находится в этом своем нынешнем состоянии. Как-то сразу забылись и проблемы, и отъезд в Эдда Андерсона в начале сезона. Вы знаете, что Андерсон уже вернулся в Казань, но теперь заявлен будет только на Лигу Чемпионов. И, в общем, наверное, поможет Казанцам только в нескольких матчах. И вот там уже будут посмотреть, что называется, что делать с Андерсоном на следующий сезон. Включать ли ли его в число тех двух основных легионеров команды. Ну и плюс еще, конечно, очень прилично в последнее время действует Кабзарь. Да, ждут Саида Маруфа, иранского связующего, но нужен ли он, это в общем, некоторые вопросы. Ошибка. Ошибка определяет техническую у игроков команды Кузбасс и 21-14. В общем, все по-прежнему так у нас плавно. Учет к окончанию первого сета с преимуществом команды Зенит. Алексей Спиридонов на подаче. Ну и дальше Андрей Колесник, так довольно безнадежно, наверное говоря, утыкается с этим прочным ударом в блок Зенита. Практически во всех компонентах, думается, Зенит переигрывает очень прилично Кузбасс в этом первом сете. Несколько эффектных блокирований, парочка хороших эйсов. Очень, по-моему, приличная работа Кабзаря в качестве связки. Вообще, об игре Кабзаря нужно, конечно, сказать. Помним мы начало этого сезона. Во-первых, мы помним, что Владимир Олегович громогласно объявил, что его не станут на эту агенту Молотову связующую в нынешнем сезоне. Рассчитывают на его талант и на его рост. Это если делать связующего команды более опасным на блоке для соперника. Но начало чемпионата было не слишком. И мы помним, что все закончилось приглашением французского связующего Танью Ти. Ну, в общем, маленький Танью Ти не задержался здесь в столице Татарстана. Сначала помним мы историю о том, что его не смогли завитали в чьих югенов. Ну, а потом с такой игрой Кабзаря стало понятно, что, наверное, французу нужно отправляться в Свояси. Пока у нас здесь тройной блок остановит Колесника. Да, вообще, видите, обратная замена. Хотя практически уже все понятно в этой партии, но выход от Андрея Колесника ничего не добавил команде гостей. В плане мощи в атаке поймали два раза Колесника блоком. Ну, и тот отправился отдыхать. Вышел Маркус Нильсон. Ну, я думаю, только для того, чтобы констатировать уверенную победу Казанского Зенита в этом первом сете. Но, опять-таки, это лишь первая партия. И, в том числе, я думаю, не стоит хранить Кемеровчан. Но пока мы видим снова-снова Кабзарь и Пайп в исполнении Алексея Спиридонов. Вот и Игорь Кабзарь. Посмотрим, сможет ли он завершить эту партию эффектной подачей. Какой, кстати говоря, будет выбор у 13-го номера. Либо будет силовая, либо ставшая уже фирменной для Кабзаря укорочена. Нет, силовая. Ну, посмотрите, не справляется в приеме Мочелов. И вот и редкая атака Леона. Причем с такого совершенно отведенного мяча. Тяжело, конечно, будем атаковать. Более выигрышная позиция была у Максима Дыхарова. И первый сет у нас с вами позади. 25-16 в пользу команды Владимира Олега. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аплодисменты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА